Всем привет! Днепр на связи 23.30. Ну что, друзья, вам сказать. Отбой воздушной тревоги был еще в полдевятого, плюс-минус. В принципе, к данному моменту больше тревог не было тихо. Был массированный обстрел Украины ракетами. Ну, достаточно массированный. Не 98, не 72 ракет. В области у нас в городе было тихо, без взрывов. Возник пожар в центре города. Во время сигнала воздушной тревоги, во время сообщений о пролете ракет в области и так далее. Вблизи города ракеты пролетали. В центре был пожар. Некоторые телеграм-каналы почему-то это назвали прилетами и так далее. Ну, на самом деле, все более жизненно горело одно из исторических зданий. Вернее, то, что от него осталось. Недавно совсем мы обсуждали эту тему, когда исторические здания снести не могут, ждут, пока они сами упадут. Периодически типа бомжи, типа поджигают, и оно все горит. Вот такой вот случай случился и сегодня. В общем, что? В городе взрывов не было слышно. В области по официальной информации говорят, что сбили одну ракету. Ракет через область пролетало достаточно много. Ну, в сети гуляет видео, где ракеты на фоне неба. Все это дело летит. Друзья, по официальной информации. Российская авиация запустила, отстрелялась 8 бортов. Запущено было 36 ракет. Как вы думаете, сколько сбили? Нет, нет, не все. Сбито было 33 из 36. Также затем был пуск ракет Кинжал. При этом, говорят, что очень много было лжецелей, там, каких-то работ с сигналами и так далее. Ну, затем был пуск ракет Кинжал. По направлению Хмельницкой области не пошли. Я так понимаю, что из них ни одну не сбили. В отчете официальной информации о сбитии Кинжалов нет. Ну, а так сбивали по всей территории страны. Ракеты летали, разворачивались, кружились. Накинулись многие на Юрия Игната, спикера воздушных сил. В общем, когда всем закрывают рот, говорят, ничего не рассказываете, не снимаете работу ПВО и так далее. Юрий Игнат еще во время сигнала воздушной тревоги сделал замечательный брифинг на одному из телеканалов, телемарафону. Рассказал, где что сбили, как летели ракеты. Говорит, долетели до Львова, развернулись на 180 градусов. Полетели в Хмельницкую область, в Староконстантинов, аэропорт, аэродром военный и так далее. В общем, раскрыл все карты, явки, пароли. Сумасшедшая волна хейта на него пошла в комментариях. Ну, раз рассказал, значит, это кому-нибудь нужно. Полистал некоторые другие источники, неофициальные. Российские группы там распространяют информацию о том, что и в Староконстантинове аэродром, и еще где-то аэродром, и больше 20 складов с боеприпасами уничтожено. БК, детонации и так далее и тому подобное. Ну, в общем, ЦИПСО работает со всех сторон. Что у нас, друзья, по итогу? Официальная информация. 36 ракет запущено с авиации, 33 сбили. Затем было 4 кинжала. Ну, судя по всему, ни одного не сбили. Днем взрывы Винницкая и Житомирская область сказали... Изначально говорили, что в Винницкой области сбили 2 ракеты калибр. Но сейчас вот с обновленной информацией сказали, что сбили 3 калибра. О мощных взрывах в Житомирской области тишина. Ну, кстати, во время вечернего обстрела тоже были в некоторых областях мощные взрывы. Называют это работой ПУ. В общем, друзья, такие дела, такие итоги массированного... 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 Я к вечеру уже, друзья, заговариваю здесь. Я не могу выговорить это слово. Такие итоги массированного обстрела ракетами территории Украины. Ну, хочется верить в спокойную ночь. Хочется пораньше уснуть. Как-то что-то... Скажем так, прийти в себя. То, что последняя неделя, она у меня просто мега перенасыщена какими-то событиями, работой и так далее. И тому подобное. Уже немножко организм сдает, не выдерживает. Так, надеюсь, вы все в безопасности. Целы, здоровы, невредимы. Сыты и пить не хочется. Кстати, погодка, судя по всему, опять будет меняться. Сейчас Киев посмотрел. Там сумасшедшая гроза, дождь, ливень. Ну, на завтра у нас это еще не прогнозируют. А, судя по всему, к пятнице к нам дойдет. На пятницу сумасшедший ливень. Ветер 9, 10, 11 метров. В общем, погодка ухудшаться будет. Хотя на выходных вновь и жара. И вся следующая неделя прогнозируется жара. В общем, такие дела. Всем, друзья, добра. Всем всего самого лучшего. Берегите себя. Берегите своих близких. И до нового выхода на связь. Всем спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Продолжение следует...